Парадоксальная ситуация в Канавинском районе. Власти сначала поселили многодетную мать в маневренный фонд, а потом заявили, что условия для жизни здесь плохие и детей надо отобрать. Три года назад у Оксаны Тихомировой сгорел дом и погибла мама. Тогда проблему с жильем семьи власти решили, поселив их в маневренный фонд. Все это время мама с малышами ютится в маленькой комнатке, где нет никаких условий для детей. Здесь наша комната. Мы здесь живем, я и четверо моих детей. Скоро будет пятый. Вот здесь вот спит маленький, здесь спит средняя, здесь спит большой. 19,5 квадрата метра. Потолок рушится, пол гнилой везде. Падают доски. Стекла здесь нету. Стенки, как видите, все рушатся. То есть никто нам ничего не помогает. Ну и вот так ребеночек садится, нагибая головку и начинаем мыть. Таким образом, живем здесь три года уже. Лучше ничего не дают. Сами обвиняют нас в том, что у нас плохие условия и забирают детей из таких условий. В понедельник пришла администрация экономическая вместе с РАНО. Они говорят, чтобы я улучшила жилищные условия. Я им говорю, в смысле как? Они говорят, вот то, что у вас нету здесь горячей воды, нету ванны. Я говорю, а что мне сделать, если это меня поселила сюда администрация. Гулять она не гуляет, вино не пьет. А то, что условия, это по их имени такие. И они мне дали срок с понедельника по четверг, чтобы я улучшила жилищные условия. Они мне говорят, снимайте квартиру, а у меня нет денег таких, я многодетная мать-одиночка. Я им объясняю, они говорят, это нас не волнует. Я не хочу без мамы ехать в детский дом. Я хочу с мамой жить. Я детей рожала не для этого, чтобы пора забирали. Я их очень люблю. В этой странной ситуации очень странно ведут себя и представители власти. Вот посмотрите, что происходило, когда для контрольного осмотра прибыли представители опеки. А вы споткнулись? Да тут обувь поставили. Жители, вы споткнулись. Вы, значит, толкали меня с квартиры, здесь, значит, вот сюда. Создали прецедент, что тут споткнулись обувь и сказали, что я вас там. Вы чуть не сбили меня. А оператор, когда поворачивал камеры, ударил мне по голове вообще. Я смогу взять и сказать на вас, что вы, будучи журналистом, специально говорите про меня плохие вещи. Вы можете телекомпанию Дождь представлять, да? Можете оппозиционную телекомпанию С Украины представлять. Условия как были, такие и есть. Она уже не один год тут живет. Скажите, пожалуйста, а почему вы можете... Со мной, подождите, вы со мной хотели побеседовать. Вы зачем? Подождите, мы сейчас женщине побеседовали. Да вы со мной, подождите, хотели, вы что-то со мной? В камень не трогается. Вы что, зачем трогать руками? Да вы хотели со мной побеседовать. С вами мы уже побеседовали. Когда вы руками руки начали распускать? Вы представители администрации, так себя ведете. Я руки ни на кого не распускал. Мы все зафиксировали. Вы огурничаете специально. Он меня здесь свырял в тот раз, а сейчас говорит, не, я говорю, я говорю, я вообще первый раз вижу. Я очень мирный человек, я люблю детей, вообще детей, люблю моя работа, моя работа, она подозревает любовь к детям, а к людям так вообще. Мне душа открыта, понимаете? И вот то, что вы говорите, что я агрессивный настроен, мне кажется, вы заблуждаетесь просто. Вот такие люди решают судьбу семьи, детей и их родителей. Но в Канавинской администрации есть и те, кто смог объяснить позицию власти по этому вопросу. Оксана – это совершеннолетний человек, и она должна себе давать отчет, что если у тебя нет жилищных условий, если у тебя нет материальных условий, можно было, наверное, ограничиться и тремя детьми. Мы предпринимали попытки решить ее вопрос. И предоставить ей другое жилое помещение по договору краткосрочного найма, это было бы изолировано жилое помещение с удобствами, но для этого ей нужно было трудоустроиться в детский сад. Она отказалась. Оснований для предоставления Оксане сейчас жилого помещения нет, потому что согласно статье 57 жилищного кодекса жилые помещения предоставляются гражданам состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Камира Оксана, она не состоит на учете нуждающихся. В конце концов, было принято компромиссное решение. Сотрудники опеки будут по нескольку раз в неделю посещать эту многодетную семью и проверять детей. Параллельно все же будет рассматриваться вопрос об улучшении жилищных условий. Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова